Малыш билай Малыш билай Всем привет Меняем передний подшипник ступицы Ford Sierra 86 год В интернете ни одного видео будем менять Колесо я думаю все знают как снимать Сняли Следующая операция Снимаем суппорт Сборе Головка на 17 Будем снимать Два болта С внутренней стороны Суппорта Предварительно Разжать колодки Отверткой Легонечко Колодку Чуть-чуть буквально Чтоб сошла Разжать диск Менять в полевых условиях Поскольку СТО у нас Дорогое нынче Неоправданные цены Иногда Бывают Вообще В идеале Придумать Крючок из проволоки Для Подвеса Суппорта Чтоб не повредить шланг Поскольку Мы Так сказать В поле Аккуратно Сильно не переламывая Шланг Вложим его Снимаем диск Тормозной Есть еще Такое заблуждение Все смотрят На ступицу Шумит Подшипничек На Шестигранник Все думают Как это его Сломать Быстрее Так вот На удивление Гайка Ступицы Подшипника Находится Внутри Ступицы Итак Там крышечка Со смазкой Так Для удобства Поворачиваем Руль Откручиваем Тягу Рулевую Вернее Наконечники Все откручивается В форде Достаточно легко Гайку Можно до конца Не откручивать Потому что Возможно Нужно будет Помочь Молотком Все С помощью Тонетировки Какой-то матери Все легко Сходит Не нужно придумывать Велосипед Все Тяга У нас Убрана Тверточка Подковыриваем Крышечку Желательно Равномерно Вот таким Вот образом Снимаем крышку Смазочка Ступицы Видно Гайка Вращающаяся Нужно Два Лучше всего Конечно Монтировка Что-то Подобрать Чтобы Упереть Осторожно Только не повредив Резьбу На шпильках Итак Ключик Ключик Для передних Лучше сразу Купить На 41 Накидной Ищем Вот так Вот он Ставится Легко Есть Ход Откручивается Он у нас Куда-то Вниз 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 Упираем Желательно Иметь Тут У нас Правая Сторона Резьба У нас Тут Будет Левая Значит Крутится Она Откручивается Вниз Вниз Неправится Не факт Что-то Пошло Ай Тут Закручивается Хорошо Тут Нет Такого Как Жигуля За счет Силы Прижатия Закручивается Здесь Зажимается Гайка До упора Ступица Построена Так Что Подшипник Там Их два Конических Упираются Друг в друга И зажимаются Гайкой До упора Соответственно Они уже Становятся На свое место С нужным Зазором Силой Затяжки Так сказать Откручивается Вручную Не забываем Правая сторона Левая резьба Как спереди Так и сзади Будет сложнее Поскольку Мешает Немножко Гайка Опоры По чуть-чуть Мелкими Шагами Хитрость Потом Чтобы не мешала Гайка Этот Опора Рычага Берем Ставим ключ Фиксируем Можно даже Вот так Если будет Сильно Туго Идти Или вот так Вот И крутим По часовой Саму ступицу Все Все у нас Выкрутилось Гаечка Вот Идет С капроновой Самой фиксацией Ложим Гайка Вообще-то Одноразовая Она идет В комплекте С подшипниками Подшипник Желательно Вот так Купили Идет в комплекте У нас Жайка Тоже Желательно Выбирать Правую Сторону Потому что С левой Резьбой Идет Сальник Ступицы И два Подшипника Дальше Снимаем Саму Ступицу Шайба Прижимная На шлицах Шлицы Здесь То есть Соответственно Видим Что При постановке Подшипника Шайба Уходит в упор Гайкой Дожимается Подшипники Не двигаются Не регулируются Все на своих местах Шайбу Не выбрасываем Шайба В комплекте Не идет Смотрим На предмет Зарусенец Выработок Утираем Заодно Сразу Чистим Щеткой Убираем Все По металлу Все Только аккуратно Всевозможные Пыль Грязь Песок Вот так Видим Что Выработки У нас Трения Нигде Лишнего Нет Все Замечательно Ступицу Можно И так Подшипник Подшипник В смазке Просто Пришла пора Сальник Сальник У нас Здесь Почему я говорил Что Нужно Все Предварительно Чистить Убирать Грязь Сальник Сальник Прикипеть Разжавчинкой Сальник У нас Один Ставится Снаружи И так Теперь Нам нужен Специальный Инструмент Называется Зубильце Твертка Что-то Похожее Видим Наружную Обойму Подшипник Сначала Думаю Удалить Подшипник У нас Все-таки Прикипел Берем Твертку Переворачиваем Выбиваем Все Что можно Не стесняйся Подшипники Нам уже Больше Не нужны Сальник Сальник Тоже Можно Корежить Поскольку Это У нас Внутренняя Обойма Наружного Подшипника Они Практически Одинаковые А вот Сальником У нас Главное Посадочное Место Не повредить Сальничек Вышел Все Достаточно Неплохо Состояние Был Так Теперь Удаляем Смазку Старую Видим Две обоймы Наружная Внутренняя Сидят На своих Местах Ставим Для удобней Для себя Ступицу Берем тот же Инструмент И Равномерно Начинаем Процесс Удаления Еще раз Прошу заметить Что Нужно делать так Чтобы Выходила обойма Равномерно И Вот этим Вот инструментом Может быть Острый Зубило Не важно Отвертка Плоская Вот Удаляем обойму Но Нюанс Опять же Когда выбиваем Она стоит у нас Вот так Бьем получается Вот в эту часть Так чтобы не Поцарапать Посадочное место Потому что Получится Накерненные И в следующий раз А или даже Когда ставить Подшипник обратно Обойму Новую Будет проблема Проблемно Забивать ее Туда А потом Снимать В следующий раз Если придется Это есть Не выбрасываем Далеко Пригодится Все достаточно Удобно Подобраться Можно Есть Все не сложно Все легко Это нам пригодится При постановке Поскольку у нас Полевые условия Забивать Обоймы Новые Придется Чем-то Подручным Всегда Срабатывала Обойма Удаляем Устатки Старой смазки Абсолютно Поскольку Делаем Для себя Будем делать С нормальной Смазкой Подшипники Подшипники У нас Желательно Покупать Фак Согласен Дорого Дорогие Подшипники Ну и качеством Они соответственно Отличаются Хорошим Покупали На задние Ступицы Всевозможные Псевдо Германия Псевдо Польша Ноунеймы Неизвестного Происхождения Две недели Подшипник Гудит Я думаю Что Никому Не будет Интересно Менять Подшипники Две недели Если вступится В идеальном Состоянии То может Проходить Два месяца Но Загудеть Он обязан В зависимости Еще от пробегов Кто куда Как и ездит Подшипники У нас Абсолютно Два Одинаковых Как внутренний Так и Наружный Еще один Момент Купили Вот такую Вот Смазку Будем Пробовать Скажем Так Отзывы Неплохие О ней Вот Че оно Там Произведено В США Вот Содержащие Противозадирные Присадки А также Присадки Обеспечивая Высокую Водостойкость Что самое Плавное Для подшипников Вот Ну Приступим К сборке В обратном Порядке Подшипник Обойма Можно Удалить Смазку Консервант Сказать Для хранения Которые Вот Садить Можно На сухую Но Так сказать Для Успокоения Души Мажем Наружную Сторону Посадочную Место Так сказать Обоймы Тонким Слоем Смазки Ставим Конусом Наружу Устанавливаем Более-менее Ровно Берем Старую Обойму Ставим ее Конусом Наружу Вслед за той Молоточком Неудобно Обычно это делают На снятых Полностью Цапах Но поскольку У нас Такой возможности Не было Придется Ставить Так Легонечко Посадилась И По кругу Легенькими Ударами Можно Подсадить Обоймочку Тоже Равномерно Несильными Ударами Легкими Не получилось Равномерно Поставили Обойму И направили Вот По чуть-чуть Забили Равномерно Потом Можно Любым Другим Инструментом Желательно Не острыми Углами Вот Чтобы не повреждать Поверхность Как я и говорил Равномерными Ударами Подбиваем Обойму До Упора Низ Верх И по сторонам Бьем И Она чувствуется Когда Подшип Обойма Тела Удар идет Прямо По всему Корпусу ЦАПы Все Обойма На месте Одно Внутреннее Стоит Все Замечательно Поворачиваем Достаем Следующую Главное Потом Не перепутать Внутренние Части Хоть И не визуально Одинаковые Но Прикатанные Они Заводом В своем Каждый К своей Обойме Мазали Поставили Легонько Обойму И Молотком Легкими Ударами Направляем Обойму Посадочные Места Опять же Повторю Что Внутренние Обойма Ту Которую Первую Забивали Конусом В сторону Автомобиля Наружная Наружу Сложного Абсолютно Ничего нет Просто Есть Нюансы Которые Не все Знают Как я говорил Начинает Откручивать Шестигранник На ступице Вместо Гайки Внутри И вот Такими Ударами Добиваем До самого Упора Все Звук Поменялся Проверочник Контрольный Удар Все Обойма Наружного Подшипника Стоит На своем месте Удаляем Остатки Смазки Пыли Песка Все Вычищаем Полностью Все Обойма На месте Моем Руки От песка От старых Смазок Грязи И так далее И начинаем Смазку Подшипников И так Все установили Еще один Нюанс Тоже Немаловажный Смазки Наносим Не стесняюсь Не сильно Много Но и Скажем так Не бедно Смазка Должна быть Обильной Поскольку Здесь Постоянные Нагрузки Постоянное Вращение Еще один Нюанс Я же говорю Что Подшипник Наружный Нужно Смазать И установить Внутреннюю Обойму До Того Как Будет Поставлен Сальник Ступицы Иначе Сальник Будет Забит Подшипник Чуть Чуть Шире Чем Резинка Соответственно Она будет Повреждена Или же Будет Выброшен Сальник Поскольку Он ставится Один раз Как бы там Аккуратно Не снимался Как бы там С ним Нежно Не обращались Во время Снятия Он все равно Будет Деформирован И резинка Будет Неплотно Держать Смазку Смазали Обильно Поставили Подшипник За счет Смазки Будет Держаться Не выпадать Можно Не бояться Что Он вывалится Можно Даже Чуть Чуть Смазки Сальник Она все равно Туда залезет И так Она уже Там будет Это не обязательно Это у нас есть Посадочная Поверхность Легонечко Смазываем Ставим Примерно Ровно Берем Старый Сальник Более-менее Ровный Та часть Которая нам нужна Она осталась Ровной Одеваем На резиночку Поверху Чтобы не прикусить Ее Нигде Ставим Ровно На старый И Легонечко Так же Как и обоймы Садим Сальничек Только Аккуратно Потому что Сальник Это Самая нежная Часть Не спеша Сальничек Только я же Говорю Осторожно С резинками Даже Можно Легонечко Не по резинке По металлической части Тупым Предметом Легенькими Ударами Точными Точечными Так сказать Все Присадили Дальше Можно Старыми Сальничком Добить Не перебивать Чтобы не Деформировать Все Сальник На месте Внутренние Обоймы Подшипника Обильно Все ролики Были Смазки Во все Щелочки Все Отверстия Забиваем Смазку Пальцем Как лопаткой Как лопаткой Все промазываем Все Ставим Конусом Внутрь Все Подшипники у нас На месте Сальник Сальник На месте Осталось Совсем Немножко Ступица 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 Ставится Легонько Равномерно Просто На подшипники Вот Таким Образом Все Попал Главное Чтобы две обоймы Одеть Ровненько Вытираем Шайбу От старой Смазки Ставим Не важно Какой стороной Она становится Одинаково Хоть той Хоть этой Берем Новую Гайку И Накручиваем Накрутили Ключик Фиксируем Дожимаем Системи удобными способами В общем Процесс сборки Абсолютно Противоположный Разборки Итак Еще раз Прошу Обратить Внимание Когда Покупаете Подшипник В комплекте С гайкой Обязательно Проверить Сразу На месте Купили И сразу Проверить Шаг Резьбы В какую Сторону Всегда Без нюансов Не обходится Потому что На коробке Подписано Комплект Подшипников Передний Ступица Правый Сиер Правый Прошу Заметить Гайка Лежит Левая Правая С правой Резьбой Так что Лучше Проверять Сразу Итак Наши Горуди И затягиваем Пряно Проверять Пряно По самому И не хочу Не стесняюсь И без фанатизма Ну так же Не перекинуть Машину подшипник на месте лифта нет вращение есть все спасибо за внимание а стоять сборки я думаю все в обратном порядке тяга выращиваем руль ставим диск одеваем суппорт все это дело затягиваем сама основа была видео замена подшипника всем спасибо ставим лайки смотрим меняем а